всем привет сейчас я вам хочу рассказать вкратце о том что такое и пен технология вот теперь это шифроваться как виртуальная частная сеть ну если вот говорить вкратце то вот представьте что есть какой-то офис например банка есть какие-то вот региональные да вот отделение тоже тут куча компьютеров тут куча компьютеров тут потом какие-то люди удаленно работают и возникает задача сделать так чтобы все эти компьютеры думали что они находятся в одной локальной сети и чтобы можно было видеть документы друг друга общих папках расшаренных посылать например отсюда на какой-то принтер задание чтобы это получилось как единое целое вот это и пены то есть такая технология которая все это соединяет через зашифрованные короче канал связи и этот интернет через которые это все происходит он не подозревает что же там на самом деле передается а для этих всех компьютеров они находятся в одной как бы локальной сети вот это как бы основное главное назначение но вы можете в пен увидеть у себя например дома например если у вас интернет от билайна то там вот эта технология используется то есть вы подключаетесь но через логин пароль и адрес билайна компьютером билайна а через них выходите интернет это вот как бы первое основное назначение и пен второе назначение тут немного уже другой получается смысл то есть если мы по обычной схеме через провайдера выходим в интернет хотя вот это по сути как я вам сказал тоже есть на випе внутренне но мы это рассматривать сейчас не будем вот просто вышли через провайдер интернет то есть такая вот хитрость можно выйти у себя например с дома через зашифрованное соединение на компьютер например во францию или в америку а уже с этого компьютера выйти куда нам надо в интернет тогда получается этот провайдер он будет думать что какой-то непонятно зашифрованное сообщение идет в другую страну в какой-то компьютер и все ничего вам знать не будет что вы там реально хотите но вы реально через это соединение может быть хотите посмотреть какой-то сайт ну или вот картинка то есть вот например есть интернет и тут примеру множество всяких заблокированных сайтов вы непосредственно обращаетесь к сайту который вам недоступен а вы через защищенное соединение через интернет идете на компьютер в какую страну и потом с этого компьютера смотрите этот сайт но в чем тут момент истину так сказать в том что этот компьютер он знает кто вы и что вы смотрите поэтому не обращайтесь что это дает вам возможность что-то увидеть вы увидите это но тот кто администрирует этот компьютер он все равно будет знать что вы делаете если вы какие-то особые меры предосторожности не будете прилагать и знания если вы хотите посмотреть как это выглядит и в реальности для мобильного телефона то это вот например вот такая программа одна из лучших бесплатных райс а при пен вы когда запускаете устанавливаете потом нажимаете вот на этот кругляшок и если соединение произойдет удачно тогда у вас вверху вот тут появится значок защищенного соединения в принципе в этой программе настраивать особо нечего единственное если она у вас не заработает то вы можете вот эту штуку выбрать это использовать специальные дополнительные мосты для шифровки данных чтобы идти обойти какие-то защиты многие люди оказавшись какой-то другой стране например браузере в том же гугле увидят не те же самые результаты по запросу что и например своей стране потому что для каждой страны определенная фильтрация происходит данных но через такие ли пены они видят то что к примеру хотят но эти все программы также есть и под windows вот и под линукс ну то что он показал тут это один из видов и пен под все платформы это есть каким попало доверять вебина не стоит потому что это могут быть явные зло мышленьки если вы поставите в пк компьютер в компьютер свой вот такой vpn то когда вы его включите у вас все программы будут выходить через другую страну куда в этом подключитесь то есть и почта и браузер и вашего отца по telegram если он в компьютере запущен то же самое с этим делом то есть это распространяется глобально на все приложения которые выходят в интернет бывает также какие-то расширения в браузере vpn но они тогда действуют только на страничке которые вы откроете при включенном и пение а вот то что я вам показываю это глобальный vpn пока они включены все идет через другую страну вот но в любом случае не забывайте что чтобы вы не делали нарушать никакие законы нельзя и если будет нужно вас все равно найдут и вычислят чем бы вы не использовать не пользовались на этом все всем пока